Северная Азия По теории ученых, человечество, зародившееся в Африке, постепенно расселилось по всем частям света. Северную часть Азии из-за сырового климата древние люди заселять не спешили, выбирая более теплые и плодородные земли. Заселение северной части Азии человеком произошло относительно недавно, для человечества в сравнении с другими местами. Эта часть земли оказалась медвежьим углом, который лучше было обойти или пройти не останавливаясь. Осваивались на этих суровых землях очень немного. Под конец расселения человека в ходе различных войн начались вынужденные миграции. Одни народы уходили подальше на север Азии, а других более воинственных. И в наше время Северная Азия – самые малозаселенные регионы этой части света. На одной третьей площади всей Азии здесь живет лишь менее 1% ее населения, и то в основном размещающейся вдоль Транссибирской магистрали. Огромные топкие болота, непроходимая тайга, резкий континентальный климат и вечная мерзлота – не самые благоприятные условия для жизни. Но в климате ли дело? О необъятных землях Сибири и Дальнего Востока, о коренных народах этих краев, а также о том, как досталась русским вся Северная Азия и как они распоряжаются этой землей в наше время – пойдет речь в этом видео. Поехали! За камень русские начали ходить и до Ермака. Уж больно много было там пушнины. Но дело это было довольно опасным. Первыми русскими за Уралом считаются выходцы из Новгородского княжества, которым с XIV века платила дань Югра. С покорением Новгородского княжества Московским эстафету сбора Ясака с Югры, то есть Состяков и Вагулов, приняло на себя уже княжество Московское. По ту сторону Уральских гор, которые были естественной границей между государствами, располагалось Сибирское ханство. Оно также считало Югру своими данниками. Сибирское ханство – один из осколков Золотой Орды. Оно также платило дань Московскому княжеству до поры до времени. Но с приходом к власти хана Кучума все поменялось. Ясак платить перестали, более того, участились набеги из-за гор, как и недовольство местного коренного населения во владениях помещиков-купцов Строгановых. Соливарни Прикамья, которыми они владели, было прибыльное дело. Соль, конечно, не была на вес золота, но это был единственный универсальный консервант продуктов в то время, и, естественно, она очень ценилась. Кроме того, соль использовалась для дубления кожи и меха. Последний набег сибирцев был на Соликамск. Чтобы набеги прекратились, а вместе с ним и недовольство коренного населения, Строгановы наняли отряд опального казачьего атамана Ермака Тимофеевича для того, чтобы проучить ближайших своих соседей. Обычный карательный поход небольшой, но грозной дружины данских казаков Ермака, промышлявших на Волге, привел к взятию столицы сибирского ханства Искера. Боже, недалеко от бывшей столицы сибирского ханства, рядом с местом слияния реки Тобол с Иртышом, построили острог Тобольск. Невзирая на то, что вернулось из всего отряда немного, а сам Ермак погиб на низовьях реки Вагай, вывод был один – слабость сибирского ханства. А значит, нужно идти на восток. Поход Ермака 1581-1585 годов стал точкой отсчета покорения Сибири русскими. На территории сибирского ханства были построены русские крепости Тюмень, Тобольск, Тара, Березов, Абдорск, ныне Салихард и другие. Шаг за шагом русские промышленники так раньше называли охотников за пушниной, а за ними и войско шли все дальше на восток, покоряя другие народы. В первую очередь шли ради наживы. Мягкая рухлядь – так раньше называли шкуры пушного зверя. Они не просто высоко ценились, они были альтернативой денег, так называемые меховые деньги. И расплачивались как на базарах, так и в больших торговых соглашениях. Обладая практически неограниченными меховыми ресурсами и не имея конкурентов в меховых поставках в арабские страны, в Византию, в государства Европы, в обмен на которые шли в основном драгоценные металлы, Русь неуклонно создавала экономическую базу для развития мощного государства. Передвигались русские по рекам, открывая для себя все новые и новые территории. Племена, с которыми они сталкивались, облагали языком. В основном на Пушнину. После сибирского ханства, населенного в основном сибирскими татарами, немногочисленными остеками и вагулами, или по-другому, ханты и манси, русские пошли дальше. Особого сопротивления русские не встречали. Народы были малочисленны и отставали в развитии от русских. Встретили отпор русские, верховье Енисея, от союза четырех улусов енисейских киргизов и других народов под их началом. Также енисейские киргизы безуспешно пытались захватить Томский и Красноярские остроги. Другие народы верховья Енисея согласились на русский Исаак, что шло вразрез с енисейскими киргизами, сами раньше Исаак собиравшие. Считается, что в итоге остатки этого народа через Айрачию ушли к тяньшаньским киргизам на берега озера Исыкуль. Идя дальше на восток по реке Лени, русские встретили якутов. Считается, что этот самый северный тюркоязычный народ мигрировал земель Байкала от боли воинственных бурятов. Поначалу сопротивления якутами русским не было, но ко времени основания якутского на 1632 году были попытки восстаний, недовольных языком якутов. Якутский острог осаждали, но в итоге восстания русские подавили. В последующее время Якутск стал опорным пунктом у русских для походов дальше во все направления. 9 августа 1639 года 20 томских и 11 красноярских казаков во главе с томским казачьим пятидесятником Иваном Москвитиным первыми из русских людей достигли Тихого океана, и на берегу Ламского моря, которое позже переименует в Охотское, был основан в 1647 году первый прибрежный острог Охотск. Границы двух государств Русского царства и Китайской империи Цин сближались, и первый их непосредственный контакт возник, когда Ерофей Хабаров отправился в ясачий поход на юг в Даурские земли. Перед ним была поставлена чрезмерно амбициозная задача перевести в русское подданство богодойского царя, правителя государства Маньчжоу, которое простиралось за левым берегом Амура. Этот факт указывает на то, что в Якутске и Москве слабо представляли политическую ситуацию в Маньчжурии. Молодая Китайская империя Цин на тот момент хоть и имела внутриусобные конфликты, и не была могущественная, но маленьким отрядом казаков покорить ее было точно нельзя. В августе 1651 года казаки Хабарова подошли к устью реки Зею, затем Буреи, покоряя на своем пути все новые племена. Хабаров доплыл по Амуру туда, где сегодня стоит Комсомольск на Амуре. Небольшое поселение взяли боем. Нарекли отчанским острожком и решили здесь перезимовать. Бой у Ачанского острожка стал первым вооруженным столкновением Русского царства и Цинской империи в конфликте за Преамурье. Дальше происходили другие бои между государствами, окончившиеся невыгодным для Русского царства Нерчинским мирным договором, подписанным в 1685 году. Особенно серьезное сопротивление русским оказали Чукчи и Камчедалы. Больше столетия Чукчи отбивались и нападали сами, ни в каких формах не облагаясь ясаком. Были очень серьезные потери с обеих сторон в этих войнах. Последнее крупное военное столкновение русских с Чукчами относится к 1775 году, когда комендант Гижигинской крепости Пересылкин приказал перебить явившихся под ней Чукчей. Как выяснилось, позже они пришли, чтобы выразить намерение принять российское подданство. На этом русские не остановились и пошли дальше за океан, присоединив к своим землям Аляску, от которой позже полувынужденно отказались, продав ее за символическую стоимость Соединенным Штатам Америки. Но это уже другая история, не менее интересная. Также Российская империя установила дипломатические отношения с Японией и разграничила территорию Сахалина и Курил между собой. Забегая вперед, окончательные очертания границы с Японией установились после Второй мировой войны, когда весь остров Сахалины-Курильские острова стали территорией СССР. Но возвратимся назад, в XVIII век. Южные границы на тот момент уже Российской империи тоже были неустойчивыми. Джунгарское ханство постоянно вело войны со своими соседями. Указом Петра I в начале XVIII века для защиты южных земель Сибири, в том числе от джунгаров, возвели Бекатунскую крепость, ныне Бийск, а также Ретострогов. Абаканский в 1707 году, Сальянский в 1709 году, Чауский, сейчас Колывань в 1713 году, Белоярский и Бердский остроги. После возвращения из неудачного похода в Джунгарское ханство за бухарским золотом полковник Иван Бухгольц в крайне удачном месте слияния реки Ами с Артышом основывает Омский острог в 1716 году. С Цинской империей Китая под давлением Российской империи был подписан новый Айгунский договор в 1858 году, более выгодный уже для русских. По Айгунскому договору Российская империя отошла территория по левому берегу Амура между Становым Нагорьем и Амуром. То есть нынешняя Амурская область, Еврейская автономная область, а также часть Хабаровского края по левому берегу Амура. А уже в 1860 году был заключен Пекинский договор, по которому к России отошли также земли от реки Уссури до Японского моря. Вот так новоиспеченное Русское царство обрело такие огромные размеры на Востоке и превратившись впоследствии в Российскую империю. Но всю эту территорию нужно было освоить, наладить производство, вести порядок с управлением на местах. Уже основные остроги разрастались в полноценные города. К концу 19 века на Дальнем Востоке уже стояли и развивались большие города – Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Уссурийск и другие. К удивлению многих, сибирские земли Алтая оказались чрезвычайно плодородными. Распахавшим целинную степ крестьянам удавалось собрать рекордный урожай. Оно и понятно. Алтай входит в зону самой плодородной почвы в мире – черноземной почвы. В наше время Алтайский край занимает первое место из регионов страны по урожаям гречки, овса и яровой пшеницы. Конечно, коренные народы занимали земледелием здесь и до русских, но выращивали другие культуры растений и не в таких количествах. Сюда стали приезжать опальные, но трудолюбивые старообрядцы. Хлеба стало хватать не только для Алтая, но и для других областей. Мощный толчок в развитии городов Сибири дала железная дорога. Рядом с железной дорогой основывались новые города, благо территории хватало. Уникальным городом по своему развитию стал Новониколаевск, как его только раньше не называли. Сибирский Чикаго, город-выскочка, задеристый подросток, но лучше подходит ему другое прозвище. Город-взрыв. 1893 года можно считать основание этого города. Именно в этот год в маленькое село приехали рабочие делать срубы на дома и готовиться к строительству железнодорожного моста через Обь. Однако Новониколаевск не стал одним из десятков уездных городков при железной дороге, а превратился за удивительно короткое время в мощный транспортный, пищевой, а позже и промышленный узел всей Сибири. Теперь Кемеровский уголь, Алтайский хлеб, Парнаульская медь, Новокузнецкое железо шло сначала сюда, в Новониколаевск. И понятно, почему центром мукомольной промышленности не только Алтай, но и Сибири стал именно Новониколаевск. Позже этот город был переименован в Новосибирск. За этот рывок в развитии всей Сибири, в связи с развитием железных дорог, можно сказать спасибо Александру Третьему. Он издал указ о строительстве железнодорожной ветки через всю горизонталь страны в 1890 году. Монарх мудро отметил, что наши подданные в Сибири давно заслужили нашего высочайшего благоволения. А ведь в Сибирь пятьдесят лет не вели железную дорогу, объясняя это колоссальными затратами. Что это никогда не окупится, что лучше развивать европейскую часть России, где живет и работает большая часть населения, а ссылать людей в Сибирь и по дорожному тракту можно. Железная дорога так или иначе появилась бы в Сибири рано или поздно. Могло быть и слишком поздно. Строительство велось только за счет собственных средств государства без привлечения иностранного капитала. Всю магистраль разделили на семь участков и принялись за работу. Наводили мосты, прокладывали тоннели километры за километром, осваивали сложный рель в Сибири и Дальнего Востока. Запустили железнодорожный паром по Байкалу, который перевозил по озеру небольшие составы, пока не построили ветку в обход озера. Интересным с политической точки зрения участком Транссиба стала Китайско-Восточная железная дорога. Железнодорожную магистраль, проходившая по территории Маньчжурии и соединявшая по кратчайшему пути Читу с Владивостоком, а также с незамерзающим Порт-Артуром, находившимся в аренде у Китайской империи. Несомненно, эта дорога усиливала влияние Российской империи в Китае, что понимали и японцы, давно вынашивающие планы колонизации этих земель. Так или иначе, к моменту начала Февральской революции 1917 года Транссибирская магистраль работала полным ходом. Конечно, затраты были колоссальные. Стоимость строительства железной дороги должна была составить 350 миллионов рублей золотом. В итоге, израсходовано было в несколько раз больше. Общая стоимость строительства Транссибас с 1891 по 1916 год оценивается до полутора миллиарда рублей. Чтобы примерно понять размер потраченных денег до революционной рубль той эпохи относится к настоящему. Примерно как один к 730. То есть, по нынешним деньгам общая стоимость дороги зашкаливала за 1 триллион рублей без учета того, что современной строительной техники раньше не было, а физический труд стоил в разы дешевле. Сумма немалая, но сказать, что она окупилась, значит не сказать ничего. Страшно даже предполагать, что могло быть дальше без Транссиба. Во время Великой Отечественной войны по железнодорожным веткам на Урал и за Урал перевозили целые заводы. И Япония понимала, в случае чего по этой дороге приедет подкрепление к войскам СССР на Дальнем Востоке. В советское время построили Байкало-Амурскую магистраль, разгрузив ветку Транссиба. Бам короче Транссибирской магистрали и в наши дни работает на пределе своей пропускной способности. На протяжении всей магистрали появились города и деревни. Город Тында стал крупным транспортным узлом Бама, который свяжет будущую Якутскую ветку с Трансибом и Бамом. Напрашивается вопрос, как развивается транспортная инфраструктура Сибири и Дальнего Востока в наши дни. В настоящее время не существует ни одного моста через Лену в республике Саха. Якутск связан с внешним миром только паромной переправой летом или земняком зимой, а также воздушным сообщением. В течение весны и осени перемещающийся лед на реке делает переправу невозможной. Якутск является крупнейшим городом в России, которому не подведена железная дорога. При этом город продолжает расти в разрез с другими городами Дальнего Востока. Проведение всесезонной железной дороги без узких мест, а также автомагистрали на сегодняшний день задача номер один. Этот мост длиной около трех километров станет вторым железнодорожным мостом через Лену, а также самым сложным и дорогим объектом Амура-Якутской железнодорожной магистрали. Вместе с завершающим участком железной дороги длиной около пятидесяти километров на левом берегу Лены, мост обеспечит Якутск железнодорожным сообщением с югом Якутии и остальной России, прекратив, так сказать, островное положение местных жителей. Кроме того, по мосту будет открыто круглогодичное автомобильное движение между Якутском и федеральной дорогой А-360 Лена. Этот проект на данный момент воплощается и должен быть закончен в ближайшем будущем. Что касается Чукотки, край почти не заселен и толком не освоен. Сравнение не из приятных, но все же. Давайте сравним два региона Чукотку и Аляску, двух огромных стран. И тот, и другой регион отдалены от центра. Обе территории находятся приблизительно на одних широтах с примерно одним и тем же климатом. На Аляске, конечно, потеплее, сказывается теплое аляскинское течение. Территория Чукотского автономного округа примерно в два с половиной раза меньше штата Аляски. Жителей на Чукотке в 15 раз меньше. Железной дороги нет, аэропортов 11 против 265 на Аляске. На Аляске широко распространена малая авиация, как и лодочный транспорт. Федеральной асфальтированной трассы, соединяющей столицу региона Анадырь с другими городами соседних областей России нет. Ближайшая федеральная трасса от 360 автодорога Лена. Административный центр Чукотки Анадырь также уступает по всем показателям своему заокеанскому брату Анкориджу. Продолжать можно долго, стремиться есть к чему. Отсутствие элементарной транспортной инфраструктуры съедают все государственные дотации бешеными ценами на продукты и на другие товары. Бананы здесь роскошь. Местами по 540 рублей за килограмм. Население Чукотского автономного округа с 1991 года всего лишь за 10 лет сократилось в три раза. Стремительный отток населения выровнялся в нулевых годах, однако тенденция не исчезла. И до нашего времени население постепенно уменьшается. на начало 2022 года численность населения всего региона составляла 50 тысяч 40 человек. Тут каждый на счету. К 2030 году планируется провести железную дорогу через Магадан на Камчатку. Кстати, передаю привет из 2022 года будущим пассажирам поезда Москва-Петропавловск-Камчатский. Железнодорожная ветка наконец должна связать Камчатку с общей системой железных дорог России. Долина гейзеров, вулканы, горнолыжные склоны, уникальная природа этих мест. Все это притягивает туристов со всего мира. В 2008 году по результатам голосования долина гейзеров вошла в список семи чудес России. Еще в далекую эпоху открытий в Великую Северную экспедицию выдающийся мореплаватель и первопроходец Витус Беринг отметил уникальную бухту на Камчатке, в которой может спокойно разместиться целый флот Авачинскую Губо. Там и был им заложен город, ныне именованный Петропавловск-Камчатский, областной центр Камчатского края. Бесспорно, Камчатка заслужила развитие инфраструктуры в первую очередь транспортной. К сведению, в минимальный план развития железных дорог к 2030 году, эта дорога не входит. Проект строительства транспортного коридора Евразия-Америка – это недостающее звено в мировой глобальной транспортной системе. Он является возможным, но вряд ли выполним из-за сложности согласования проекта, распределения средств между сторонами на материках для постройки тоннеля под Беринговым проливом и других многочисленных моментов. Но к 2030 году все же планируется провести железнодорожный путь на Чукотку. Может, тогда бананы там станут дешевле? Опять же, в минимальный план развития до 2030 года и эта дорога не входит. Япония, Сахалин, Европа. Под таким лозунгом выступают сторонники проекта создания переправы, соединяющей материк с островом Сахалин, а впоследствии с японским островом Хоккайдо. За проект уже брались полвека назад. В наше время его тоже обсуждают, но ни один из вариантов проекта пока не утвержден. На повестке дня остаются три варианта сообщения о Сахалина с материком. Тоннель, дамба или мост. Одновременно построить железную автомобильную дорогу можно в каждом из случаев. Сейчас ни авиация, ни паром, не отвечают транспортным запросам региона. Зимой татарский пролив замерзает и в холодное время года нужно использовать ледоколы. В ненастие остров вообще недоступен. Проект насыпной дамбы через пролив более дешевый по сравнению с мостом. 95 миллиардов рублей против 253 миллиардов. Появление дамбы в татарском проливе приведет к тому, что холодное арктическое течение с севера уйдет в Тихий океан, что даст определенный климатический результат. Морские порты Савгавани, Декастре, Ванино станут незамерзающими. Течения играют колоссальную роль в климате. Но такие вмешательства в естественный ход сил природы нужно просчитывать от и до. К примеру, намеченное место дамбы будет в самом узком месте пролива Невельского около поселка Лазарево. Перекрыв пролив и превратив Сахалин фактически в полуостров, весь огромный поток пресной воды Амура уже не будет поступать в татарский пролив. Пострадают нерестящиеся рыбы в устье Амура. Логично предположить, что в свою очередь Охотское море станет еще холоднее. Каким последствиям эти многие другие нюансы приведут, решать уже специалистам. Проект в любых исполнениях дорогой. Он может стать в несколько раз дороже Крымского моста. Но ведь если не приложить усилия самого большого острова России, продолжат бежать Южно-Сахалинск областной центр и самый большой город на острове. До 2018 года объем промышленного производства в городе рос. В наше время наблюдается спад во многих сферах и город нуждается в притоке инвестиций, а также в таких глобальных проектах, как мост с материком. При этом Сахалинская область не является дотационным регионом, а соответственно является регионом донором Российской Федерации. С экономической точки зрения проект будет выгоден, если соединить Сахалин с японским Хоккайдо через пролив Лаперуза. Тогда Япония будет иметь прямой выход к Транссибирской магистрали, а также вместе с ЖД-сообщением планируется прокладка нефтегазовых трубопроводов. Пока ни один из рассматриваются. Более 100 лет прошло с момента, когда в 1914 году открылся ЖД-вокзал в Бийске. В 80 километрах по прямой от Бийска расположена столица республики Алтай Горноалтайск. В ней нет железной дороги и по сей день. И да, к 2030 году этот 115-километровый участок железной дороги собираются построить. И в минимальный план развития его тоже включили. Горноалтайск держим за вас кулачки. Раз речь зашла о проектах, утвержден проект моста через Обь в Сургутском районе. Новый переезд должен разгрузить существующий вантовый мост через Обь. Его планируют построить к 2024 году. Мост должен стать частью федеральных трасс Тюмень-Салихарт и Пермь-Томск. Из построенных недавно можно отметить проект моста Благовещенск Хэйхэ по Амуру. Это полностью коммерческий проект, реализованный без бюджетных средств. Стрычительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей. Если смотреть в будущее еще дальше, к 2050 году планируется построить транспортную магистраль от Баренцева моря до Чукотки. Это способствует развитию Арктики, куда нацелено правительство России. Но это уже очень далекие планы. Смотря на карту России, видно, как она скособочена на запад, а в центре, на севере и в северо-востоке огромная почти безлюдная пропасть. Понятно, что человеку противоестественно жить в условиях Крайнего Севера, но почему же крупные города не появлялись, например, в центре Сибири? Ответ банальный. Нет дорог, холодно, кругом болото, далеко от остальных. И этот банальный ответ остается актуальным и по сей день. Ради интереса. Введите в поиски 10 самых молодых городов России, и вы увидите, где они построены. Запросы к современным благам человечества увеличились. Если в населенном пункте нет электричества, людей там тоже щиты нет. Мало того, из более-менее крупных городов начался стабильный и беспощадный отток населения, особенно из городов Дальнего Востока. Из деревень бегут в города покрупнее, из крупных городов бегут в областные центры, а оттуда в крупные мегаполисы. Высшая ступень бегства в этой цепочке в другую страну. Люди теряют связь со своей родной землей, где жили их предки, переселяясь туда, где они чужие, где их не ждут. Как же сделать так, чтобы люди оставались там, где родились и там же пригождались? Какие государственные программы поддержки развития Сибири и Дальнего Востока запускать, и как контролировать их выполнение, чтобы они были эффективными? Какое будущее ждет этот самый большой, почти не тронутый участок Азии, богатый всеми видами ресурсов? Вопросов больше, чем ответов. Пишите в комментариях ваше мнение по этим вопросам и ролику в целом. Все, что не вместилось в ролик, смотрим в Телеграме. Хотелось бы все же закончить на позитивной ноте. Искренне передаю привет вам, будущие пассажиры поезда Москва-Петропавловск- СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА